здравствуйте дорогие любители цветов и гости канала и так вчера завершила работу выставка в краснодаре комнатные растения и это была завершающая в этом сезоне выставка теперь отпуск до февраля в феврале если позволит погода то цветочный сезон возобновится в комментариях к обзору комнатных растений на выставке которые для вас сделала появились вопросы почему я не показываю свои цветы я показываю просто не делаю акцент что это мои цветы но это комплексы я с ними борюсь но пока безуспешно а почему комплексую наверное потому что очень большая разница сейчас им секунд пять по оправдываюсь поэтому можете прокрутить ролик ничего интересного пока не будет я первый сезон поехала на выставку поэтому в общем то у меня растение хорошие я думаю что не стыдно их показать людям но они обычные то есть которым вы давно привыкли вы изощренные зрители потому что у нас очень многие зрители уже хотят увидеть новинку которую им хочется купить а у меня много экзотов но они пока даже если были у кореняшки то в течение выставок которые уже в этом сезоне были они быстренько распродались остались такие обычные нужные для дома но не поражающее воображение растения вот их я вам сейчас и продемонстрирую я из них такой собрала стол наподобие выставочного стола конечно это не все растения какие-то дублями там остались в ящиках которые я сейчас разбираю чтобы отнести на зимовку уже в теплицу какие-то продались почему эти не продались но предположите вы мне кажется что каждая из них достойна быть домашней коллекции или просто в качестве жильца за которым приятно ухаживать и так показываю вам кто же был со мной на выставке это колиусы один сорт который почему-то решил уже сейчас восстановить свой внешний вид многие сейчас пока в теплице только обрастают а этот сорт уже выглядит прилично поэтому поехал со мной чтобы добавить краски к моему зеленому месту это золотой ус и он приезжает потому что его часто спрашивают в качестве лекаря они не пишут что это почти женщине я не знаю рецептов и способов составление этих снадобий но как растение но приезжает потому что востребованная это ципирус и пестролистные не два вида пестрых ципирусов из 6 2 пестрых вот этот у которого даже сам столбик он тоже пестрый даже пестрые или беленькие стебелечки вот здесь новый ростик и новый ростик он уже идет тоже пестрым кстати летом его нужно держать на приглушенном освещении на солнце обычно как пестрота у нас проявляется на солнце поэтому я по привычке по общему правилу поставила его на хорошо освещенное место в воду в емкость с водой и в результате он у меня позеленел потом стала экспериментировать и оказалось что пестрота у него проявляется только в таком умеренно светлом месте без солнца полутемном и второй вид ципируса тоже вот пестринку видно сейчас я вам его демонстрирую он не такой белый как предыдущие и даже вот побеги у него каждая стрелочка каждый стебелечек находится в такой обертке из более низких листочков тоже интересный сорт и тоже пестренький это крестовники в качестве комнатных растений они не очень популярны но достаточно интересные у этого плоские листики вот такие то есть повернуты к зрителю вот такой узкой стороной а плоская поверхность она отвернута есть пепперомии с похожими листочками это мурая мурая метельчатая я уже говорила вам еще раз обращаю ваше внимание что если вы покупаете мураю то обязательно у нее должны быть хотя бы несколько побегов на которых вот эти маленькие такие барабулечки видны вот это просто маленькая мураечка кстати вот такие растения у нас такой стандарт для выставки высоту от сантиметров 7 то есть их удобно закутать их удобно поставить в коробочку их удобно купить в несколько штучек нет не обязательно мураи вообще маленькие растения любят потому что можно без особого ущерба для кошелька купить несколько растений вместо одного но большого это денежное дерево и тут рядышком еще парочка красу вот такой сорт мне нравится это и шашлычки которые высокими не растут хорошо куститься ветвиться вверх почти не поднимается и вот такой сорт который наоборот поднимается вверх но хорошо укореняется как многие красу и поэтому то что сверху лишнее можно обрезать и рядышком горшочек ставить это гастерии и любят брать для суккулентных садиков потому что даже когда они обрастают детками они не огромные прямо густы а внешний вид у нее достаточно приятный у этой пупырышки есть на листиках а вот этот сорт разноцветный весь ну и вот здесь это гастеро алоэ гастролея как фёдор георгиевич называет сан-севьерия надо вам показать в теплице у меня такой сорт зацветает это филадендрон бразилию сингониум цикламинчик там новые ростики сейчас уже бутончики должны пойти перчик на выбор приносила по заказу для мужчины он хотел на кухню взять как раз перчик выбрал пестролистный он ярче у этого летом темно-фиолетовый лист и сейчас такой зеленый лимончик работал рекламой молочайки рукали не все понимают его внешний вид девушка с молодым человеком подошли она хотела такой молочай он сказал что это палки одни и выбрал фикус но она согласилась молодая пара нашли компромисс то есть фикус ей тоже понравился пепперомии седум еще один это колонхоя вот этот сорт красивенький весь ворсистый и с такими раскрашенными верхушечками ну и этот красивый курочка ряба это кариса пестролистная я вам показывала плод на зеленой карисе это пестрая цветение пока не видела ну может она не успела я изрезала ее все на черенки большую это алоэ три вида это алоэ остистое если не ошибаюсь с суккулентом я не очень вот этот очень красивый яркий цвет у него похож даже на хаворцию по внешнему виду ну а больше всего ей нравится почти белым который смотрится вот это алоэ вот этот сорт больше всего нравится людям это драцина герани разобудная вот только сейчас начала разворачивать лист а на выставке кулаки держала и цветы не показала это крестовник натальский плющ это крестовник натальский плющ блестящие красивые листики он может свисать вниз может виться по опоре у него как у винограда есть такие усики усики руселья рядышком темный замиакулькас почти черный но это не самый темный сорт этот оливковый такой темный с оливковым отливом сейчас при искусственном освещении он кажется черным а вот если невооруженным глазом смотреть то видно что он с такой зеленью ой сейчас упаду в своей манере он оставлю под ногами заграждающие устройства потом спотыкаюсь бальзаминчик весь бутончик махровый негодник сбросил все цветочки когда ехал в машине то ли ему холодно было то ли трясло его сильно вот только сейчас начинает раскрывать новый бутончик а это сеянец из семян выращенный миртик камнеломочка шоколад пелея у меня подруга говорит ну а тебе во всех горшках это сорняк что ли я говорю нет сорняк это оскорбление а она в уходе простая как сорняк то есть как растет как сорняк это комплимент поэтому делаем ей комплименты растет как сорняк сеется во все горшочки и ионим триколор сейчас от недостатка освещения розовый цвет практически отсутствует это ионим киви он очень быстро оформляется деревцем с такими поднятыми во все стороны веточками а этот наоборот ионим у которого ствола практически нет он сидя на земле обрастает детками получается такая яркая изумрудная зеленая кочка листики зубчиками ну вот это весь мой состав не весь конечно весь состав который я вам представляю чтобы вы имели представление какие растения ездят со мной на выставку еще раз говорю я вас не удивить не стараюсь удивить его потому что еще раз говорю что растения со мной пока ездят самые обычные а те которые необычные они в общем то в течение предыдущих выставок их было немного я начинающий коллекционер поэтому концу сезона практически у кореняшек не осталось сейчас вот будем стараться сделать новое чтобы было чем удивлять вас и покупателей а пока всего хорошего до новых встреч